И всем привет, ребят, с вами Сорвек, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня у нас выход и анонс новых обновлений, давно у нас их не было, уже последние две недели ничего у нас не обновлялось и не выходило, и сегодня я думал, что будут какие-то грандиознейшие изменения, но по сути у нас список обновлений довольно-таки короткий, ну и появляется ультра уикенд, который стартует уже с завтрашнего дня, обо всем по порядку мы сегодня вместе с вами пройдемся, ну а если вам подобного рода видосы нравятся, если вы заинтересованы в том, чтобы смотреть видосы, которые посвящены анонсам и таким вот разговорным движениям, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Начнем сегодня с ультра уикенда, здесь есть что вам показать и что рассказать, как минимум то, что у нас уже с завтрашнего дня появляется. Интересный спецрежим с дмкой на песочнице ремастере и на форесте ремастере, с полностью включенными всеми остальными параметрами, то есть по сути это обычная дмка обычного дефолтного матчмейкинга, то есть то, что будет работать круто, эффективно и то, где можно заработать большое количество кристаллов. Жалко, что это ультра уикенд, а не дисконт уикенд, потому что если бы были еще сверху скидочки, это было бы вообще великолепно, но такая дмочка, я думаю, что будет интересно многим и мне в том числе. Дальше, ультраконтейнеры у нас обновленные появляются с устройствами гелиус на рикошет, вакуумные снаряды на гром и рой на скорпион. То есть по сути все устройства, которые были в танкофонде добавляют в эти ультраконтейнеры, надеюсь, что только на неделю и скорее всего количество этих устройств в матчмейкинге увеличится. Хотя, мне кажется, что у всех тех ребят, которые открывают ультраконтейнеры, в большом количестве именно, все эти устройства уже есть. Но, если вдруг кто не выбил, на тот момент не приобрел танкофонт, сейчас будет отличная возможность попытать свою удачу и выбить эти замечательные устройства. Интересно, правда, в каких свечениях они будут. Если эти все устройства будут в красном, то это будет справедливо. А вот если они будут в золотом, ну тогда будет не совсем так приятно и круто. Дальше у нас, конечно же, идут специальные миссии, с которых можно в сумме заформить... О, ничего себе, тут дополнительные еще ультраконты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, десять. А у нас только ультраконтейнеры. Десять, одиннадцать. Восемнадцать ультраконтов. Неплохо, неплохо, не кисло. Специальные предложения с громом на гиперскоростные снаряды. Это одно, наверное, из немногих устройств, которые являются на сегодняшний день, по моему мнению, супер жестким. И, возможно, это то устройство, которое заставит меня приобрести эту спецуху. Но здесь вопрос стоит в том, сколько стоит это спецпредложение. Если оно стоит какую-то десяточку, то это может быть очень и очень интересно. Ну и есть еще спецуха с викингом, иммунитетом от подавления. И еще одна спецуха склад боеприпасов. 20 обычных контов, 15 недельных и 20 ультраконтейнеров. Также появляется мегагол, двойные фонды и опыт. Ну и, понятное дело, что все это праздничное оформление также к ультра уикенду будет включено. Если в целом сказать по ультра уикенду, то, ну, наверное, один из немногих, который реально на ступеньку выше предыдущих ультра уикендов за счет хорошего формата спецрежима. И плюс за счет интересных устройств, да, например, у тех ребят, у кого нет устройства на гиперскоростные снаряды. Ну, я бы, наверное, ну, если у вас есть такая возможность, я бы на вашем месте, наверное, задумался бы. Потому что устройство реально дает контентик. Я вот даже недавно катал на мега-донате. Я вам скажу, что оно может делать жесткую грязную прибыль. Да, вопрос лишь только в том, какое большое количество резистов будет после того, как у нас в боях начнут больше появляться громы с таким устройством и с вакуумными снарядами. Если количество резистов будет примерно такое же, которое есть сейчас, то я бы сказал, что оно может давать много. Да, я даже сказал бы, наверное, очень много. Поэтому здесь есть свои определенные подводные камни, но также зависит очень многое от стоимости как раз-таки этой спецухи. Поэтому завтра мы все это дело вместе с вами узнаем. Ну и список обновлений довольно кратенький. Добавляется у нас новый эффект выстрела на Twins Blaster. Такой же самый Blaster, как на Ricochet. Просто эффект выстрела, который меняет звук. И написано, что он очень круто сочетается с Twins'ом, с турбоускорительной плазмой. Если вам эта тема интересна, то возможно я завтра ее затестирую. Если, конечно, в этом интерес есть. Если на этом интереса особо нет, то я думаю, что особо мы на это акцентировать внимания не будем. Смоки, вулканы, гром. Дальность минимального поражения увеличена с 80-120 до 100-120. То есть уже будет чуточку, чуточку. Это изменение влияет больше на МК-1. А, никак не влияет на максимальный. Ну, короче, здесь ничего не меняется. Шафт с режимом серийного огня в очередной раз меняется в своих характеристиках. И теперь он больше не уменьшает дальность работы аркадного выстрела. То есть на большой дистанции аркадными выстрелами вы будете наносить максимальный урон. Такой же, который вы будете наносить на ближней дистанции. И это очень интересная вещь. Но его занерфили. Его занерфили. Я его даже тестировал относительно недавно. Ну и там, конечно, не все так круто. Ну и обновлены цены в магазине для некоторых регионов. В целом, список обновлений, я думал, что будет намного больше. Весь акцент, я думаю, что этого анонса как раз-таки вокруг вот этого замечательного устройства. Ну и тот самый тестовый сервер с новым интерфейсом откладывается на какой-то период времени. Я думаю, что разработчики понимают, что до конца не готово у них это обнова. Ну и будем следить. Я думаю, что возможно даже на тестовом сервере уже на следующей неделе будет просто видоизменен этот новый интерфейс. Потому что сейчас, ну по моему мнению и по мнению, я так понимаю, разработчиков он выглядит еще довольно-таки сыровато. Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывать про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике. Мой личный тег создателя контента. Так, темпо устанавливайте его. Поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч тонкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.